Добрый день, друзья! 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 Итак, дом мы построили. Отлично! Давайте теперь немножко усложнять. Теперь построим нам одну хижину для добычи. Окей, строим хижину. Для нее нам надо немножко дерева. Ага, у меня еще дома строятся. Все. Хижину поставили. Теперь давайте посмотрим. У нас 5 домов целых. В этих 5 домах она ждет 14 работников. У нас есть 2 работников доступных. 2 максимальных, которые мы можем пустить в хижину добычика. Куда-то у нас, знаете, значит, для этих работников. Ну, хорошо. Вот чуть-чуть, чем мне каждый раз кликать. Теперь вот каждый работник потихонечку добывает нам древесину. Удобно? Хорошо. Ну, а чтобы все было несколько быстрее. У нас еще целых 17. Есть. Очень интересно, что у нас 17 при этом не меняется. Ладно, давайте еще поставим. Нам их понадобится много. Этого ресурсов много не бывает. Городов целых 5 штук построй. Все. Поставили. Задание выполнили. Построили 5 хижин. Назначили тех, кто будет нам добывать дерево. Качественной наградой мы получаем монетку. Плюс откроем возможность построить общий склад. И, собственно, задача построить этот склад. Давайте его и построим. Даже можем по ручку. Я думаю, работники нам понадобятся. Что делает склад? Мы берем дерево. И дерево мы продаем в обмен на опыт и денежку. Давайте тогда поставим. Причем можно видеть, что у нас здесь удовлетворение идет. То есть, чем более счастливы ребята, тем лучше. Давайте так вот, чтобы максимальное счастье было. А мы теперь построили склад. Вот он. Отлично. Теперь давайте дам 200 желтых монеток и 10 зданий построим. Ну, 10 зданий у нас уже есть. Мы большие молодцы. Осталось 200 монеток. Я думаю, так как у нас целых 5 человек трудятся здесь, это небольшая проблема. Мы можем пройти сюда и посмотреть, а зачем нам нужны эти монетки. Монетки нужны, чтобы продвигать перки мира. И давайте возьмем скорость повышения навыков. Потратим те монетки, которые у нас есть. На что это влияет? А вот можно посмотреть, что пока у нас добывается дерево, у нас потихоньку заполняется шкала. Шкала опыта наших работников, которые здесь работают. Но чем больше опыта, тем быстрее они будут добывать нам те или иные ресурсы. В данном случае дерево. А мы добыли 200 монет. И открыли себе лесопилку. Теперь можем из бреван делать доски. Давай-ка, постройка себе лесопилку. Строим лесопилку. Можем сразу парочку. И давайте наймем сразу нескольких ребят делать доски. Вот можно смотреть, что у нас дерево сейчас все-таки производится. Пусть мы немножко делаем доски. И эти доски можем потихоньку начать продавать. Вот сейчас мы доски больше продаем, чем делаем. Давайте пока немножко наделаем доски. Потом будем думать, как развивать производство. Тем временем мы выполнили новый квест. И новое задание у нас сделать 200 досок. Достичь второго уровня города и построить 15 домов. Второй уровень города у нас уже есть. 15 домов можем пока поставить, чтобы они тут строились. Теперь, кстати, нам на производство нужны доски. Что как бы немножко непривычно. Пока дома строятся, давайте повысим уровень самого города. Получим специальные мачки перков для города. Больше места для строительства. И больше монет. Отлично. Эти очки перка города можем потратить, например, чтобы увеличить скорость добычи. На 25 процентов. 25 процентов довольно много. Так. Теперь мы пока все добываемые доски мы тратим на постройку домов. У нас есть задача построить 15 домов. Поэтому то, что у нас сейчас идет в минусы, это не страшно. Но можем, кстати, на будущее, пока у нас много дерева, построить много хижин для добычи ресурсов. Сразу немного забегая вперед, могу сказать, что дерево – это самое начало. Так. Сейчас у нас будет построен 15 дом. Так, у нас какие-то хищины-то построены. Значит, можно больше людей поставить, добывать тебя. Так, ну больше-то продавать нам, наверное, не надо. А, нам надо больше сюда поставить. Больше складов, чтобы активнее продавать. Ну, теперь мы построили 15 домов, и теперь можем построить школу. Давайте сразу парочку школ построим. Ну, парочки нам хватит. А тем временем, так как у нас уже доски все еще не призываются. Почему? Потому что нам надо больше лесопилок. Давайте еще парочку лесопилок поставим. Так, все равно все доски сейчас уходят у нас на школы. Причем, на школу у нас 24 доски. Поэтому сейчас мы школу достроим. И, я думаю, сможем спокойно сделать. Так как мы построили школу, нам открылась новая ветка для прокачки. Теперь мы можем смотреть ветку исследований. Новый квест завершить 5 исследований. Ну, и можем построить мастерскую. Окей. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас вот мы можем пока изучить мастерскую. Нам нужно, чтобы было дерево. И тогда в мастерской можем произвести не просто дерево, бревна или доски, а уже колеса, книги, бумагу, лопату и прочие инструменты. Давайте поставим пока исследовать. Так, и нам надо больше досок. У нас все доски куда-то уходят. Надо больше досок. Тем временем мы повысили уровень города до третьего. Больше места. Больше монеток. А, ну мы часть монеток, часть продаем просто потихонечку. Ну, ладно. Так вот, может, плюс когда-нибудь выйдем? Почему в минус-то уходим? Почему мы идем в минус? Можно производим 2,10 в секунду. А, мы, наверное, исследования в мастерской кучу тратим. Понятно. Зато мы получили одну монетку. Зато, что произвели 2500 досок. Хоть я так вот не сказал, что мы произвели. Потому что мы сразу все тратим. И открыли себе новые ресурсы. Это камень и каменоломни. Хотя вот исследование у нас завершено. Мы можем его завершить. И, собственно, теперь можем построить мастерскую. Делать камни. Ну, колеса, лопаты. И новый квест. Собственно, постройке этого мы поставили. Можем пока поставить на строительство. Каменоломни. Сюда отрядить людей на добычу камня. Не страшно, что у нас сейчас пишут, что камень якобы у нас не добывается. Просто весь камень у нас идет на исследование. Вот, кстати, у нас показаны натуральные ресурсы. Дело в том, что, по идее, у нас ресурсы будут заканчиваться. И надо будет что-то придумать, чтобы их возобновлять. Думаю, в целом, косяк он понятен. Давайте мы вернемся сюда. И посмотрим, как выглядит более сложный. Более такой продвинутый. Вот, буквально два часа назад первый раз запустил игру. Просто потыкать, посмотреть, что она из себя представляет. Вот, посмотрим, что у нас есть. У нас также обычные дома и школы есть. Мы хотим еще домик взять на ровного счета. Мы занимаемся культивацией, то есть восполнением природных ресурсов. Надо бы как-нибудь камень потихоньку восполнять. Он потихоньку начинает заканчиваться у нас. Хотя 56 тысяч. Это очень потихоньку. То есть, здесь. Возможности получать камень. Плюс, по добыче мы теперь добываем не просто дерево и камень. Мы теперь также добываем яблоки, воду, хлопок. И зерно. Вон уже еще буквально три. Хотя у нас их много. Так, можем даже повысить эффективность. У нас скрылась новая ветка. Соответственно, апгрейды. И здесь мы за уже красные монетки можем выучивать эффективность, скорость добычи того или иного ресурса. Да, давайте скорость улучшения навыков. Выключим. А также, наверное, выключу количество домов, работников в каждом доме. У нас сейчас 18. Мы можем нажать выучить. Уже целых 41 работник будет. И не надо строить дополнительные дома. Удобно. Давай тогда добычу воды тоже увеличим. Остальное потихоньку все развивается. Тут показано, что и как мы крафтим. То есть мы делаем доски. Доски мы потом обрабатываем. И также мы после обычного дерева и воды делаем бумагу. На мельнице мы делаем муку из зерна. Здесь у нас, конечно, досок мало. Надо как-то выучить производство досок. А также мы производим немножко энергию. Но энергию мы сейчас не производим, потому что нам она не нужна. Но, можно сказать, у нас пока весь хлопок куда-то уходит. Держим осмотреть, куда. Мы сейчас исследуем себе швия. Поэтому он пока идет именно туда. Ладно. Можем посмотреть, что и где на рынке мы продаем. Может, мы еще надо больше продавать уже обработанных досок, чтобы было больше счастья. А в целом все довольно неплохо. Можем, наверное, здесь еще один магазинчик для товаров построить. Так. Ну и, наверное, надо будет много строить именно продуктовых рынков. Пусть надо потихоньку строить, потому что тут уже народ не очень доволен. И это надо потихоньку развивать. Тем временем мы выполнили пару квестов. Мы подобыли 5000 каменных кирпичей. Новый квест – 10000 обработанных каменных кирпичей. И построили одну ферму. Давно, кстати, построили. Но вот. Теперь надо построить пастбище. Здесь мы можем тогда открыть новый перк и скорость культивации. Теремония у нас здесь много монеток. Давайте улучшим скорость обработки навыков. А также, в принципе, на 80% можем еще и вылечить. Давайте вот опыт города. Увеличим, чтобы город быстрее набирал опыт, быстрее повысил свой уровень. У нас остается 4 монетки. Эти 4 монетки можем потратить, например, на улучшение скорости продажи. Например, чтобы больше золота получать. Или больше стартовой земли. Можно так вот сделать, чтобы время простой лучше прорабатывало. Ну и скорость продажи. Увеличим. Так, скоро мы достигнем уже седьмого уровня города. Что у нас по исследованию? Весь вот потихоньку, весь хлопок у нас сюда уходит. Скоро мы шнёх поставим. Так, у нас есть отдельное здание, которое отвечает за хранилище. Маленький склад, который до 2 на 50 выучил. Сейчас на 100 выучивает сырые ресурсы, необработанные. И такой вот полный склад уже для таких товаров. Произведенных. Можем посмотреть, какие товары у нас есть. У нас будут различные шляпы, шмотки, зелья, сачки и прочее. Также, новую ветку исследования мы видели у нас. Есть много чего, что мы можем исследовать. Хотя сейчас мы уже исследовали швеца. Вот того, кто шьёт. Шию, наверное. Вот, мы открыли новый рецепт. Это хлопковая одежда. Теперь можем производить её. И новая, собственно, задача построить эту швию. А тем временем мы, так как у нас есть огонь, можем изучить хлебопекарню. Давайте поставим. На школу на самом деле 4. Можем что-то ещё поставить, изучаться. А давайте ещё культивацию яблока. Поставим. Чтоб всё максимально быстро изучалось. Это, в принципе, можно нажать не просто на ветку, а в целом. И увидеть такое вот дерево нашего развития. Так. Нам надо явно того, кто будет шить. Нам явно надо побольше. Давайте посмотрим, что у нас с камнем. Минералы. Можете, что у нас с камнями. Камни у нас есть, поэтому можем, по идее, часть из вас подправить на переработку именно обработанного кирпича. Так, а у нас построился швец. Можем поставить тебя шить. Второй у нас скоро тоже будет готов. Давайте посмотрим, кого ещё. Ну и так как уже мы скоро исследуем хлебопечку, можем заново простить очаги, чтобы не производили огонь и энергию, необходимую для выпекания. Пока вот то, что мы построили швею, нам дали две монетки, открыли новое здание, собственно, магазин одежды. Мы будем эту одежду продавать. Пока, наверное, не стоит торопиться его ставить, потому что у нас пока одежды маловато. Но в дальнейшем стоит об этом подумать. Так, у нас построились несколько фруктовых рынков. Давайте увеличим удовольствие наших ребят. И понимаем, что нам надо ещё больше строить. Потому что у нас народу-то много. И, наверное, надо в общих тоже поставить. Хоть зрустно, зачем нам продавать его. Хотя он задорого продаётся. Можно и продавать. Давайте ещё одно сюда поставим. Так, тут, в принципе, всё неплохо. Потихоньку продаётся. Тут мы в книгах продаём бумаги. Так, можем, кстати, хижину улучшить. Что можем улучшить? Можем улучшить добычу хлопка или добычу пшеницы. Ну, так вот мы занимаемся именно швею поставили. Хотя, если мы скоро пекарню изучим, нам понадобится много пшеницы. Поэтому, наверное, она начнётся с пшеницы. А можем, в принципе, и то, и то у нас. Хватает монет. Хотя, скоро там до яблок дойдём. Денег на это хватает. Осталась только скорость добычи яблок вылечить. Я думаю, к тому моменту мы уже добудем нужное количество красных монет. Поэтому давайте сделаем так. Катя, у нас исследование культивации яблок завершено. Отлично. Теперь мы можем... У нас яблочные деревья начнут заканчиваться. Можем их также высаживать. Немножко поливаем и деревья у нас есть. Насколько нам это актуально? В принципе, пока не так актуально. Пока у нас все естественные ресурсы, они выше в плюсе и пока не кончаются. Это хорошо. Что у нас есть место? Уровень повышен до седьмого. У нас много очков перка города. Надо их потратить. У нас много монет. Много красных монет. Замечательно. Давайте, значит, их потратим куда-нибудь. Куда? Ну, во-первых, у нас есть такая вещь. Скорость культивации, наверное, не так актуальна. А вот скорости добычи и крафта было бы неплохо увеличить. Скорость исследования. Ну, в принципе, можно подождать. Стоимость построек можно уменьшить. Чтобы постройки стоили на 20 меньше. Можно вычесть стоимость продажи. Давай так. Так сделаем. Еще три остается. Можем даже больше. Хотя место у нас пока есть. Место пока можно не вычивать. Скорость культивации можно вычить. И опять же, пока это вроде как не критично. Ну, давайте вылечим. Чтобы у нас наши природные ресурсы не истончались. Тем временем мы завершили 10 апгрейдов. Получаем две монетки. Две монетки это не так много. Хотя у нас музыка перестала играть. Так, что у нас в целом по ресурсам? У нас очень не хватает досок. Вообще не хватает досок. Надо что-то с досками делать. Так, мы можем здесь что-нибудь делать? Да, мы можем... Уменьшить вместимость. Давайте это и сделаем. Все, у нас не может работать больше работников. А значит, мы можем делать больше досок. Вот, доски у нас потихоньку в плюс пошли. Давайте даже так вот и сделаем так, потому что у нас и обработанные доски тоже потихоньку появлялись уже. Ну, что за безобразие. Когда у нас досок не хватает, это нехорошо. Что у нас еще? У нас вот энергии уже не хватает. А энергию мы тратим. А на что мы тратим энергию? А, мы хотели исследовать выпечку. И мы ее не исследуем, потому что нам как раз не хватает энергии. Нехорошо вышло. Так. Так, одежда потихоньку накапливается, но не справляются они вдвоем, пока на продажу их выставлять, наверное, не стоит. Так, а вот по поводу энергии, где у нас наш очаг? Давайте здесь вот у вас поставим троих. И даже счетом того, что мы часть энергии тратим на исследование, все равно наша энергия в плюсе. Зато у нас производство муки резко уменьшается. А у нас идет часть на продажу, часть красное исследование выпечки. Я думаю, не страшно. У нас и текущих запасов. В принципе, наверное, должно хватить. Но если не хватит, немножко подождем. Вот такая вот табличка Excel у нас тут получается. Есть какая-то штучка Time Management. Можем взять и сказать, что вот пропустить некоторое время. Так вот, чтобы просто не ждать. Так у нас некоторое время мы два часа не играли. У нас накопились токены. Можно сказать, что все. Хватит. Потратил несколько токенов. Прошло много времени. В игре все было ускорено. Теперь у нас завершилось исследование. Теперь мы можем готовить хлеб. И не только хлеб, но и яблочный сок. Так, давайте поставим возможность производства бочки. Если у нас будут бочки и яблочный сок, можем, наверное, брагу делать. И, наверное, вот это учение. Может, так мы можем быстрее все исследовать. Так мы производили 2000 муки. И мы смогли новый рецепт. Собственно, корм для животных. И новое исследование пастбища. Хорошо. Тем временем мы можем открыть апгрейды. Апгрейдов у нас множество. Денег у нас, в принципе, тоже много. Естественно, что все сразу мы исследовать не сможем. Но давайте посмотрим. Да. Все мы, конечно, не исследовали. Но вот часть смогли. На часть еще надо будет немножко подкопить. Тем временем у нас увеличился уровень. Скорость добычи на уровне здесь при добыче. Нужно, кстати, тебя поставить. У нас восьмой уровень уже взят. Как раз этих ресурсов не хватало для прокачки. Скоро уже девятый уровень будет взят. Так. Вот, тебя поставим, чтобы ты потихонечку потихонечку занимался. Хотя он у нас сейчас не работает, потому что у нас полно деревянных. О, яблочный деревьев. В принципе, тоже деревянный. Так, что у нас здесь? Надо пекарни поставить. Лучше сразу несколько. Так. Может, я здесь еще также проверять наличие ресурсов. Мы видим, что у нас кончается дерево. Дерево кончается, значит, надо его быстрее где-то добывать. Дерево можем в двух местах. В двух местах можем здесь. Поможем. Может, где-то еще добываем дерево. Где мы еще добываем дерево? Только-только нет. Дерево мы добываем только здесь. Это вот мы камень можем добывать еще в других местах. Ладно, давай тогда. Так как у нас здесь вместимость увеличена, мы можем сюда еще людей понабрать. Что-то я вот увеличиваю. Что-то не вижу, что у нас сильно увеличилась скорость добычи. Почему? было 45 и 48 в секунду. Так и остается. Это странно. А тем временем, у нас, кстати, дерево почти закончилось. Давайте-ка все, ребята. А, ну вот 45 72. А что, сказать, как у нас по производству дерева? Может, быть, рейтинг можем настроить все это, чтобы немножко оптимизация была. где-то может ну вот у нас дерево потихоньку уже начало перерастать. Окей. Немножко дефицит мы разрешили. Да, мы быстро доски же пилим усиленными темпами. Так, и здесь у нас муки полно. Можно, в принципе, пока вот так вот сделать. И немножко животного корма себе заготовить. Так, у нас исследование булочек завершено. Отлично, давайте ускорим. Изучение изучений. Изучение учений. Итак, тут можно попробовать что у нас хлеба. Хлеба у нас пока нету. Почему у нас нету хлеба? Потому что пекарня есть, а хлебопеков не хватает. Ну что, можем сейчас потихонечку из яблок делать сок, из муки и энергии из огня делать потихоньку хлебушек. Нужно то, чтобы совсем понемножку немножко ускориться. А потом можем начинать это уже продавать. муку тоже можем продавать побольше. И яблок можем больше продавать. Ну, в принципе, народу в целом нравится. Мы, как же, уже подняли девятый уровень. Больше очков перков, больше места, больше монет, больше красных монет. Давайте здесь также прокачаемся немножко. кто нам тут актуально. Когда мы его построим, можем от скорости знаний увеличить. Наверное, для него стоит приберечь. Давайте пока тратить это не выйдем. Так, хлеб потихоньку растет. Давайте можем потихоньку тогда продавать. Да, вот. Так, мы понимаем, что у нас работников здесь не хватает. Надо еще парочку поставить на продажу яблочного сока и хлеба. так, давайте еще один. Тем временем можем улучшить скорость добычи навыков плюс совместимость счастья плюс эффективность все потихоньку становится лучше и лучше с каждым разом. Хотя мы достигли седьмого уровня города. Мы что-то открыли. О, периодизацию открыли. Подает нам в порядке порядок, в котором запущены рецепты, так, чтобы демиты входов были зарезервированы. окей. За восьмой уровень мы добыли новый ресурс железную руду кузню. Получается за девятый уровень мы добыли возможность добывать уголь и как это у нас плавильня. Давайте назовем это плавильник. Окей, так, нам надо подбище еще поставить. Подбище надо еще изучить. исследование подбища. Так, трое идут здесь. Где у нас подбище? Давайте тебя поставим сюда изучать. В целом вот так вот игра потихоньку работает. Хотя у нас много уже тканин. Ткань можно тогда потихоньку начинать продавать. в принципе в этой игре невозможно проиграть. Просто каждым разом все больше и больше усложняешь весь производственный процесс и все эти производственные цепочки. бочка мы изучили зачем она нужна позволяет хранить 100 единиц следующих напитков. Вот у нас вода и какие там соки. В том числе яблочный сок давайте проверим да у нас яблочный сок суммарно мы можем хранить 500 потом можем по идее штук 5 досок заказать чтобы вылечить в 2 раза то что может производиться и так как у нас здесь есть не здесь а где нигде вот здесь у нас хижин добывателей мы поняли что тут не хватает работников может нам открыли 2 новых ресурса которые добывать это железная руда и уголь надо что-то с этим придумать ничего у нас вот эффективность 3200 34% так так у нас да ну нет у нас деревья там потихоньку возобновляются все хорошо над этим тоже надо необходимо подслеживать а то закончат у тебя ресурсы и встанут все производственные цепочки так тебя уменьшать насколько в принципе да мы можем тебя уменьшать у нас производства дерева уже слишком много давайте отсюда часть людей снимем действительно очень много давайте нажимаем так пятеро человек могут такую эффективность ну хотя да 34 уровень эффективность там высокая давайте и вас мы пустим как раз на добычу угля и руды по 10 человек остальных тоже куда-нибудь пустить что у нас еще не хватает так хотя можно конечно много пустить добычу тебя и тебя они быстрее набили склады но уж как потратить уголь и руду я думаю мы довольно скоро узнаем так тем временем у нас много перков открылось давайте увеличим скорость добычи навыков количество работников можем взять у нас сейчас 20 работников есть если мы выучим будет лучше давайте выучим скорость получения опыта и вместимость естественных ресурсов чтобы больше было можем открыть вообще возможность специализации мы можем некий предмет на рынках получать как специальными что выучит их стоимость продажи и спрос мы специализируемся на дереве можем продавать дерево и получать за это больше ресурсов теперь у нас завершенное исследование обучение так можем учить общий том знаний потом можем исследовать базовую логистику ок давайте собственно по знаниям пойдем мне нравится возможность исследовать знания но чтобы исследовать нам нужно сами эти знания получить что это у нас такое где это у нас берется давайте посмотрим где во нам теперь не просто школа нужны а просто нужно просто то есть первые штуки для изучения где мы из бумаг будем делать тома знаний что у нас с бумагой где у нас бумага бумагу можно здесь посмотреть нажать увидеть что у нас как в принципе 109 в секунду не то чтобы быстро производилось тут у нас два человека трудятся но пока этого хватало пока этого хватало давайте посмотрим вот вкладка со знаниями она открылась и передач не представляю что будет в конце наверное штук 20 таких вкладок давайте потихонечку производить знания и мы специально приберегли вещь чтобы иметь возможность прокачать получение знаний максимально может ну знание сила правильно мне кажется да знание это сила в городе у нас куча места есть мы можем по идее увеличить еще больше свободного места но давайте пока прибережем так знания у нас потихоньку накапливаются и у нас только с вами знания очень потихоньку давайте эффективнее накапливать знания вообще я всей душой за ответ через дневник научно исследовательские и опытно конструкторские разрабатки здесь куча режима в два столбика чтобы занимать чуть-чуть меньше места ну вот потихоньку мы сами изучение производим а значит может произвести исследование уже базовой логистики что это нам даст ну даст нам другие всякие исследования всякую лабораторию рекламу акведук там всю цивилизацию будем исследовать как полагается ладно ну собственно это у нас айдол игрушка поэтому можно пока пустить ее развиваться саму по себе а мы можем вернуться к ней чуть-чуть попозже а сами пока перейти ко второму альту игрушки из четырех который нас ждет и давайте посмотрим на игру которая называется айдол айл айдол рпг айдол что у нас здесь происходит у нас есть работники которые бегают добывают дерево они добывают дерево дерево у нас попадает к нам в инвентарь и пока говорят у нас есть задач сделать первую лодку чтобы достичь первого острова с подземельем чтобы сделать это тебе понадобится 30 дерева и 100 монет 100 монет у нас есть 30 дерева я думаю мы скоро насобираем да вот 26 уже собрано по идее не давайте сделаем то как нас просят давайте посмотрим в крафте вот у нас есть возможность поставить лодочку создадим миссия завершена отлично теперь ты можешь победить скелетов на соседнем острове ну хорошо так мы заработали 100 монеток посади коты томатные семечки давайте посадим томатные семечки купим сразу штук 6 а ну чтобы посадить семечки нам нужны работники поэтому так домой ты иди добой сюда отлично теперь мы можем восстанавливать свое здоровье в битвах буква опух похоже на чтобы побеждать монстр пусть тут занимается зачем так много семечек взял не знаю но тем не менее пусть он тут производит отправлять на ближайший остров чтобы победить давайте отправимся плывет пустая лодка вот мы приплыли нам дали какое-то достижение выберите врага ну вот враг вот мы идем вот наше здоровье у нас есть деревянный шлем деревянный меч могу победили это новое создание доступно в битве хочешь вернуться на выбор уровня не знаю давай наверное давай теперь у нас есть не просто скелет с которого падает семечка для помидоров и рыба а такой скелет в доспехах с которого падает дерево или жареная помидорка давайте возьмем его пока мы с ним вроде справляемся опыт растет здоровье у нас тоже идет пока нет пока не хочу возвращаться давайте пока малого скелета попобеждаем может уровень повысим потихоньку он нас тоже побеждает не так сильно хватит потеряли одно из ваших оружий в битве вы умерли ну спасибо так зачем нам выбирать врага мы же умерли давайте вернемся обратно зайдем в профиль нет здоровье в принципе у нас внешне что шлема теперь нет но я думаю шлем мы можем спокойно себе скрафтить я бы хотел взять себе думать что это у нас место на кузне нам что получить больше работников давай за 100 мне так возьму тебя ну что могу а почему называется место на кузне не совсем понятно давайте возьмем еще парочку ну что больше таких штук больше работников вот главное по самой штуке не нажимать а то у нас работники все убегают так стоп у нас семечки помидоры есть давайте возьмем немножко 10 штук помидорных семечек 20 штук помидоров и семечек возьмем раз два раз два три все пусть но тут идет мы пока можем скрафтить себе щит достаточно монеток говорят точно для создания щита мало иметь просто дерево надо еще и монетки мы можем спокойно продать 30 дерево получить 229 монеток сейчас нам быстренько остаток дерево нужно для создания щита сделаем можете нажать заделать можете шлем заделаем так шлем сделался а че щит не делался не совсем понятно ну ладно лучше у нас потихоньку готовятся яблоки есть помидоры жареные помидоры пожелание рыба есть видимо надо было есть в боях сейчас мы подождем пока у нас немножко произведется всякого можем сейчас еще 20 дерево продать использовать шлем и осталось щит подвезти вот мы щит и должны делать да при деньгах куда-то делись щит тоже есть отлично давайте сразу съедим помидорку и отправимся на остров попробуем победить скелетов там какая-то башня вдалеке можно даже пойти против таких с них падают деревянные мечи и камни немножко потихоньку а знаете давайте давайте еще к следующему пойдем с него падают кожа и деревянные щиты ну давай вот уже второго уровня нет к новому пока не пойдем пока тут его побеждаем что-то не вижу чтобы у нас было много щитов или кожи у нас есть много помидорок поэтому пока можем особо не переживать на этот общий счет просто будем есть о шкура выпала наконец-то щит тоже выпал так назад и можем пойти сюда чтобы возможно почить ботиночки у нас было так едим так остались рыба и помидоры обычные так вот новое существо доступно у нас атака 17 у него атака 17 нет пока к новому счету не пойдем у нас сейчас все плохо наше здоровье скоро закончится а ботиночек мы пока так и не нашли давай ботиночки давай ботиночки ну пожалуйста не нашли мы ботиночек сейчас нас победят мы потеряли одно из наших оружия в битве видимо из-за того что мы проиграли умерли странный звук на заднем фоне вот такая вот несколько неказистая наверное айдол игра где мы за каких-то то ли лесят то ли поросят даже сложно сказать кто они такие но тем не менее немножко добули кожу зачем нам кожа мы можем открыть наверное окно крафта пока мы ничего сделать не можем здесь мы откроем полную книгу рецептов можем открыть место для добычи рыбы вот это надо тысячу монет и двести дерева это много если у нас будет двести камней и пятьсот монет и сто дерева можем добычу железа поставить потом целый корабль подводная лодка дирижабль и даже в конце ракета можем построить но это будет очень нескоро очень очень нескоро учитывая добычу хотя у нас уже девяносто дерево так давайте может и последний раз отправимся туда в поход для этого надо посмотреть что у нас там сломалось сломался у нас наш меч поэтому давайте сделаем новый меч можно сделать сразу парочку на запас просто довольно мало пока помидорок возможно есть смысл пойти подготовить тебе еще помидорок так на рынке да у нас зерна кончаются давайте купим побольше семян что можем купить еще дерево семя дерева но деревья не кончаются можем больше работников взять можем взять один камень нужен для производства важных зданий за 100 монеты можем починку шахты взять но чтобы починить шахту должна быть сама шахта да можем продать тебя за 500 даже за 600 этим продадим тебе за 600 ну что давай так и сделаем продадим 120 все у нас есть 600 можем купить сразу кучу домиков за эту кучу домиков можем поставить новых свинюшек лисяток не знаю уж кто они такие чтобы они нам намного эффективнее все добывали все теперь мы увеличим производство в два раза но мы можем отправляться на новый остров и пробовать там добыть что у нас кожу давай ботиночки начнем с этого потому что он что он пятого уровня бы третьего хочу ботиночки ботиночки пока никак не падают помидорки потихоньку кончаются зато дерево уже 60 штук накопили может он и без ботиночек нам дальше идти не стоит нас забьет а еще надо пытаться выйти отсюда раньше чем нас побьют иначе придется заново делать себе новый предмет наверное сейчас надо заканчивать потому что у нас закончились помидорки и это не очень хорошо потому что мы так и не добыли себе собственно ничего мы так и не добыли осталось есть 300 монет 300 монет мы можем потратить чтобы взять себе еще 3 домика у нас есть 3 свободных свинюшки лисюшки эти 3 свинюшки лисюшки можем потратить чтобы добывать больше ресурсов у нас есть еще одна свинюшка но пока ее добывать послать некуда зато можно пойти в инвентарь и продать например снова 120 дерева получить 600 монет а то маловато все еще очень медленно они добывают помидорки но тем менее мы уже четвертого уровня так книжки рецептов есть у нас что-нибудь из такого ближайшего наверное это место добычи рыбы целых тысяча монет и 200 дерева давайте подождем а пока мы ждем это следующую игрушку и перестать слушать это ужасное стуканье топоров мне кажется так будет намного удобнее приятнее и следующая вещь которую мы с вами сейчас посмотрим это очередная айдол игра которая называется айдол нэдик что происходит у нас в этой игре ну здесь мы добываем руду поставим штуку добывать руду я думал она будет сохраниться с прошлого раза но в прошлого раза она не сохранилась ладно давайте заново у нас есть штука которая добывает руду здесь тележка которая ее отвозит на складе мы можем ее продавать на шахте мы добываем и прокачиваем теперь сейчас мы добываем он уже у нас 20 штучек отводим медленно и по 5 давайте в первую очередь улучшим вместимый чтобы по 7 штук отвозить можем продать 5 здесь сейчас мы проведем уже 7 давайте вот так вот покачаемся чтобы больше добывать этой самой руды железной быстрее все отвозить и большими объемами мы выполняем часть заданий теперь следующее задание это заработать 50 монет что довольно просто ну теперь у нас на тележке целых 11 единиц руды вылезает за 1 заход на 11 везет что удобно может тогда вычить скорость добычи нет скорость тележки немножко вылечить что по добыче в принципе мы пока успеваем тут не так можно так продаем эти 11 и получаем возможность увеличить уровень получаем 100 монеток и за 25 руды нам потребуется чтобы что-то там еще открыть давайте пока торопиться не будем 25 монетками мы увеличим пока производство здесь давайте будем возить по 19 со скоростью чуть больше чем обычно ну мы сейчас уже можем дождаться пока у нас будет 25 руды так и открываем себе новое здание это собственно склад мы можем здесь делать слитки наш дача сделать так 10 слитков я думаю сам вполне себе потихонечку производится я вам тут большую часть пока продать чтобы прокачать производство этой самой руды и ждем спокойно пока у нас добудется нужное количество слитков на это мы пока повлиять никак не можем добывается отводится все мы все добыли можем повышать уровень и получать новую награду а что за награда что-то где-то где-то а кстати можем здесь заодно в хранилище беру руду золотую получить а где-то получить золотую руду нам где-то где-то ее добывать пока железная руда продает ладно зато можем железные слитки продавать в принципе их выгодно продавать вопрос зачем чтобы вылечивать производство да вот можем но чтобы делать золотые слитки нам нужно золото золота пока нет так на третьем уровне нам никаких построек не дали на никаких построек нет ну а за 5000 здесь какая-то штука стоит давайте накопим 5000 где-то задача 2000 накопить построить что-то видимо вот эту самую штуку построить нам и надо ладно ну а чтобы все быстрее построилось нам нужно продать немножко железных плитков 15 вот мы уже полторы тысячи получили теперь нам где-нибудь прокачать это все вот мы только продаем у тебя мы можем открыть возможность перерабатывать все это дополнительно она стоит 5000 и нет у нас пока таких денег зато можем увеличить максимально производство железной руны денег у нас полно теперь мы не успеваем отвозить на самом деле у нас вместимость 50 а мы отвозим всего там штук по 9 поэтому как-то немножко не в ту сторону перестарались надо будет сейчас продать сутки производства очень сильно вычет производства слишком может неравномерно все идет запас железной руды тоже можно продавать но намного выгоднее продавать уже готовые сутки но все равно даже с таким производством мы успеем максимум там 12 произвести а в тележку у нас произвает целых 51 не полностью груженная тележка у нас катается на каждое следующее улучшение по традиции стоит намного дороже так ну и скорость тележки нам увеличивать не надо тележка у нас быстро катается забавно что производство руды примерно равно скорости тележки по множителю но при этом тележка у нас на 15 уровне а добыча этой железной руды на 29 вот тебя бы как-нибудь ускорить но как тебя ускорить пока не ясно ладно давайте добудем нужные нам 5000 построим то здание нужное нам для прокачки так у нас есть 700 нам чтобы было 5000 надо чтобы здесь было 50 это будет не быстро поэтому пока тут тележка катается пока все производится мы с вами можем отправиться в последнюю айдол икру на сегодня я по крайней мере надеюсь что последняя и это будет игра под названием Кози Айланд Айдол собственно уютный остров здесь мы в качестве рыбака выходим и начинаем ловить рыбу потихонечку кратим свою энергию ловим рыбу и не только рыбу здесь у нас наш пак может включить режим расслабления где хотим просто посидеть порасслабляться ничего не делать оп поймали рыбку просто смотреть как тут все развивается все включить нам обратный интерфейс что у нас есть можем открыть опции у нас пока просто выбрала новая удочка и все у нас мы добываем рыбу мы кладем ее к себе в аквариум можем открыть и посмотреть а что у нас в аквариуме есть вон мы ботинок выловили в аквариуме у нас плавает несколько рыбок и когда мы заходим в аквариум у нас запускается таймер помодор на 25 минут видимо если мы хотим просто вот расслабиться и понаблюдать за рыбками причем здесь он визуально не меняется помодора такая техника ты 25 минут занимаешься делами 5 минут отдыхаешь потом снова 20-25 минут в зависимости от вида снова погружаешь конкретно какую-то деятельность кто-то находит довольно продуктивный так мы тем самым зарабатываем деньги вот мы выловили 5 рыбок отлично теперь мы можем делать какой-то наход зарабатывали в общем тысячу монет неправда у нас почему-то здесь 22800 почти 3000 монет так что у нас в инвентаре что у нас покажите открой инвентарь и продай любое количество из наших рыбок я пытаюсь открылась спасибо у нас есть один ботинок два компакт-диска рыбка такая рыбка такая вот легендарная даже вот такая рыбка есть и улитка есть давай продадим вау ты можешь выбирать наиболее выгодных рыбок ну это хорошо что я могу выбирать ну и даже пока тех рыбок которые мы выловили мы на продаем и улитку продадим ну я думаю новых мы сейчас можем выловить вот даже у нас вам гриды могли быть так новая газета так теперь надо открыть рынок и купить новую удочку ее экипировать надо пойти на рынок пожалуйста так новую удочку она стоит 3600 купим нам не одна одну удочку нужна точнее одна удочка она 10 так теперь можем ловить более выгодных рыбок давайте возьмем ну сразу крабика поймали всего у нас вакару может быть 24 единицы личных рыбок прочего так ну покажи нам нашу коллекцию пожалуйста я пытаюсь нажать чтобы он показал нам коллекцию он пока несколько сопротивляется так открой рынок и открой шляпу зачем нам шляпа ну говорят что надо открыть давайте купим какой же мы рыбак без шляпы рынок увидишь шляпа вижу у нас апгрейд за 100 тысяч есть нашего аквариума а вот за 5000 кепка не ну конечно хорошо придумали купи шляпу за 5000 у меня удочка за 3600 вон шляпа за 5000 хотите это видимо от дольче габбаны не нам пока рано у нас даже двух с половиной тысяч пока нет сундук с монетками есть какой-то очень неказисто нарисованный домик давайте посмотрим может мы кого-то очень дорогого поймали можем продать да пустая бутылка мы поймали так нам нужно аквариум открыть отлично мы просто открыли сам аквариум два крабика две каких-то рыбки 2 крабика две рыбки сундук давайте откроем сундук можно конечно его продать у нас есть 10% шанс получить бриллиант хотя рыбки рыбок не надо продавать вот я что понял может и рыбки пока у нас находятся в аквариуме и нам вот 6 золотых в секунду приносят ну что хорошо в этом рыбке пусть у нас здесь будут всякие бутылки пустые нам ничего полезного не приносят вот бутылки ботинки их можно продавать хотя из ботинок можно было наверное парочку собрать уже и ходить в них даже на голову надеть не 5 тысяч платить так можем конечно его продать цена 2 тысячи мы его за 2 тысячи продадим давайте пробуем открыть open этот сундук пустой надо было за 2 тысячи продавать но кто же нам продали бы за 2 тысячи ходили бы сейчас в новой шапке но увы мы его не продали давайте вернемся обратно остров по-прежнему рыбачим в принципе чтобы выловить одну рыбку нам сейчас надо 24 секунды какие-то странные надпись у нас типа щелкнем на пляжный стол чтобы начать рыбачить вот у нас будет постоянно это кричать там какая-то надпись что отлично умеет чтобы вздремнуть собственно на этом острове кроме кого как рыбачить рыбу и дремать особо это делать нечего хотя нет вроде тут есть кое-что у нас есть лодка и можем сесть на лодку и просто поплавать нам вот ничего не даст просто можем сесть и поплавать так снова пустая бутылка хоть у нас уже 8 вместимость нашего аквариума давайте пробуем немножко продать всякие пустые бутылки пожалуйста пожалуйста не всегда работают эти кнопки увы подадим всякие ботинки диски бутылки газеты все она стоит копейки можем посмотреть коллекции если игра собой говорит посмотреть каких рыбак мы уже вылавливали двух рыбок из второго тира ловили известно что синие рыбки они наиболее обычные 2 монетки в секунду приводит а вот эта рыбка приносит уже 6 монеток в секунду у нас бы же схожи это вот эта вот рыбка легендарная она была 5.4 наверное зря мы ее продали у нас где-то вот еще улитка была денечка в секунду крабик он 4 в секунду дает крабик хорош а тут сколько зависит во сколько золота в секунду мы добываем отчитывается наш рейтинг от 0 до 300 золота в секунду добываем вот такой начинающий от 300 до 1000 золота в секунду мы уже будем серебряного гильдии рыбаков а дальше больше так мы кстати уже на кепку накопили мы сейчас заглянем в аквариум пожалуйста хорошо у нас тут 5 крабиков можем 2 таких рыбки продать не особо много нам привозят а вот 5 крабиков по 4 в секунду и вот это вот 3 карпы редкие приносят по 6 в секунду в принципе это можно оставить 32 монетки в секунду неплохо давайте выпадем кто кто нас просят а именно откроем рынок здесь он сапогов открыться и возьмем себе кепку следующая удочка стоит 72 тысячи следующий апгрейд здесь 100 тысяч и 200 тысяч что очень долго а здесь в принципе вот за 5000 можем купить кепку открою инвентарь и копирую давайте откроем инвентарь и копируем кепку а то миссия завершена ты круто выгляишь ну спасибо конечно это что у нас апгрейд этот апгрейд нам почему-то за 100 тысяч мы купили намного дешевле чем за 100 тысяч можно его обратно за 100 тысяч продать боюсь нельзя жаль было бы неплохо если было можно даже достижения какие-то есть здесь нам их покажут первая рыба бриллиант мы пока не выловили и до рыбок третьего до третьего уровня дохода до золотого рыбака мы пока не добрались вот так потихонечку себе сидим рыбачим добываем всяких разных рыбок так купим на рынке украшения для аквариума говорят давайте посмотрим как вы думаете оно будет стоить 6 тысяч или 7 учитывая что наша кепка стоила 5 тысяч открываем рынок умножить так чтобы рынок открылся рынок открылся что у нас есть у нас есть удочки апгрейды апгрейды 100 тысяч стоит нет здесь 50 тысяч видимо они вот это имеют это украшение да это экстерия это бэкграунд это цвет дома это новая лодочка большая можем свет так свет аквариума бэкграунд либо экстерьер что у нас просят украшения ну видимо да свет фон экстерьер вполне относит а там краб скрылся под песком забавный такой так у нас уже 15 из 24 надо бы немножко почистить наш аквариум от дешевой рыбки давайте откроем инвентарь было бы неплохо если бы инвентарь открывался сразу но может быть может быть все это из-за того что у нас параллельно еще три айдла запущено в принципе 11 крабиков три таких рыбки в принципе я думаю не самый плохой вариант вот эту рыбку можно сразу продать ну пока 62 золотых в секунду пусть себе это бывает все ну а мы тем временем можем вернуться в наш первый айдл как это у нас был factory town и посмотреть чего там достиг наш город а вот и он исследование у нас завершено и мы еще можем делать яйца шерсть удобрения молоко и даже базовую логистику тоже изучили можем построить рекламу яки ведуги чем нужна реклама реклама позволяет нам исследовать экономику с помощью экономики можем видимо больше монет зарабатывать давайте поставим изучение рекламы и возможно даже акведока позволит акведок построить акведок что позволяет производить воду вода нам может в дальнейшем пригодится поэтому давай вот так вот поставим и можем даже он шахтерское дело ничего нам 5000 лопат надо изучение шахт но ничего так что у нас из апгрейдов много тут скорость добычи камня можем увеличить вместимость работников еды рынка еды надеюсь чтобы больше работало больше бочка чтобы вмещало пусть будет так производство железа и производство угля тоже неплохо было бы улучшить отлично город у нас уже 10 уровня отлично больше ресурсов можем пока потратить немножко перков на прокачку знаний и например скорость хотя скорость исследования номера не так интересно стоимость продажи чтобы больше монеток получать от продажи это могло быть неплохо и здесь можем также наверное выучить получение скорости навыков чтобы быстрее здесь росла скорость так у нас бумага заканчивается стоп стоп бумага заканчивается очень быстро очень быстро заканчивается бумага Так, у нас скоро будет кризис Стоп Нам надо перейти на бумагу Где мы производим бумагу Мы здесь производим бумагу Бумага больше Нет, здесь мы продаем На книжном магазине мы продаем бумагу Чтобы прийти бумагу, нам надо здесь Так, давай-ка сюда Давай так В принципе, что у нас по дереву Дерево-то у нас в доставке Дерево у нас в доставке В большом доставке В принципе, досок у нас теперь тоже хватает А вот бумага у нас в дефиците Потом можем отсюда людей снять И направить их на добычу бумаги Все, бумага сейчас в плюсе У нас, кстати, очень мало муки Надо решать вопрос с мукой Где мы готовим муку? Что, у нас пшеницы полна? А муки почти не производится Почему? Потому что у нас на этой мельнице Работает два человека Надо, значит, больше людей сюда доставить Может, мы потом хлеб производим И прочее Давайте Давайте решайте этот вопрос Что-то куда-то не растет у нас Мука Так, мы привезли 5000 бумаги Мы теперь можем их приготовить не просто Но Готовить целые книги И том знаний Новый рецепт И даже библиотеку Интересно Плюс За город 10 уровня Мы открыли Не только 5 монет На автоматическое назначение Окей, это интересно Пусть будет И нормальная цель Так, видно Включить автоматическое назначение Здесь И специализация Здесь я не вижу, чтобы у нас было автоматическое назначение В принципе, у них у нас 6 Есть В принципе, еще домов поставить Места у нас полно Пусть работники у нас будут Так, куда нам нажать, чтобы сработало это автоматическое назначение В апгрейдах? Может быть Я вот как-то поражал штучку и не заметил Где у нас было это автоматическое назначение Вроде как оно само должно было открыться Хотя вот здесь мы можем Специальная вкладка Для построек открыть И здесь заодно посмотреть Что у нас тут есть Что мы можем построить Можно даже убрать лишние постройки У нас количество построек тоже несколько ограничено Хотя вот Дом можем прокачать Чтобы было больше работников И конечно свободных работников у нас значительно увеличилось Отлично Так, я хочу Автоназначение работников Найти, где включается Где у нас может включаться? Здесь Нет, здесь такая штука не включается Да, именно Это игра про тыканье на кнопки Чтоб тыкать на еще большее количество кнопок Собственно в этом смысл всех айдлов Это уже устало от работы Кстати, у нас беда У нас дерево закончилось Я как-то моргнул Я думал, что дерево у нас полно Снял там кучу идей С добычи Дерево Понимаешь, что у нас дерево Ну, фьёк Все, дерево закончилось Беда Дерево у нас жестко не хватает Вот эта игра Она больше всего похожа на таблички в Excel Потому что Начальник начинается Просто у тебя дерево Из дерева держишь бревна А потом в конце ты делаешь Тома знаний Причем потом можешь из обычных томов делать Продвинутые тома Ага, ну чтобы их делать Надо, чтобы они у нас были А у нас не есть Ну и пробуем делать А почему она с них не призывает А потому что нам нужны книги Мы То есть из одной бумаги Мы делаем единичку А из книги мы делаем 10 Таких томов знаний А где нам делать книги? Где книги мы делаем здесь Нет, здесь мы книги продаем Это, собственно, книжный магазин Хотя у нас шерсть появилась Так, давайте разбираться У нас молоко есть Давайте Так, ну чтобы продавать молоко Надо сперва произвести молоко Так, у нас с мукой все еще проблемы Со знаниями тоже проблемы Так, надо сперва решить вопрос с мукой Пока же так Ну дерево у нас вроде есть Дерево у нас потихоньку, в общем, кончается Как и пшеница Надо сейчас В разделе культивации Увеличить Количество ребят, которые будут заниматься культивированием Ну с пшеницей это решается довольно быстро Хотел сказать я, но не так быстро Давайте еще парочку сюда поставим Так Во С культивацией деревьев разобрались Деревья у нас успешно культивируются У нее скончаться не должны Теперь Так Пшеница все еще заканчивается Давай еще Хватит Лучше, но еще не хватает Надо еще одно Да Я тоже согласен Что Не удивляюсь, что Это сделано на Excel Большинство таких игр Собственно Ничем Чем-то Тритык Они просто по кнопочкам Не отличаются Довольно забавно Что казалось бы Интерфейс тут Вроде бы Неказистый Но чем-то потихоньку затягивает Просто понятие А чем вот таким затягивает Тут наверное С ним вот разнообразием Возможностью Развития Всего вот этого Так Но у меня где-то Автосайн Было Мне же сказали Что при 10 уровне Я открыл авто Назначение людей Я хочу Чтобы мне люди Сами назначались Куда им надо Так Полная версия деталей А То что будет в полной версии Да, мы же смотрим демку Игрой прогресс Посохраняется Меженебные награды Больше исследований Различных предметов Постройок Амгрейдов Новые биомы С уникальными ресурсами И зданиями Окей Мы можем На один клик Сразу по 100 штук Строить Это у нас Последнее обновление Название города Красных монеток Мы сейчас не добываем Потому что они у нас Все идут На исследования Вот здесь На исследования Но сюда все уходят На исследования рекламы Еще целый час Будет реклама исследоваться Можуть Так Что у нас с ресурсами Что у нас с ресурсами И с производством Так Дерево более-менее Нормализовали Книги Книги Надо делать книги Чтобы делать книги Надо больше мастерских поставить Маг у нас полно Бамаги у нас делаются Давайте теперь будем делать книги Примерно за 3 секунды Сейчас делаем книгу Теперь за полторы секунды Делаем книгу Ну и соответственно Если сейчас То вот По книге в секунду Думаю Так будет удобно Подождем Пока у нас нужное количество Книг накопится Так Швия У нас потихоньку Готовит одежду Одежду Надо много Активнее Активнее Давайте еще парочку Даже Зданий поставим Чтобы они активнее Нам одежду готовили Мне вот что Немножко тут Пугает Наверное То что музыка Иногда играет Играет А я не буду играть Так у нас есть Животноводство Давайте сюда целых 10 штук поставим И наймем людей Потому что у нас Корма Животного много А это пока Делается Трепедмета Колесо Лопата И книга Тут же все Исследуется Это я просто Пошел По Немножко Нелогичной Ветке Исследования Я пошел Через Некр Через Знания Поэтому я Сейчас Исследую Книгу Рекламу Акведук Вот это Вот все Так Ну давай Сейчас Подождем Пока у нас Здесь Построится А так Да Вот оно В исследовании Там По идее Следующее Что было Это вот эти Вот А Хотя Щиты Надо строить Они Стоимость Добычных Хотя на 5% Всего Вылечивает Тут Колодцы Возможность Различных Выпечки Прочее То есть На самом деле Предметов Которые у нас есть Можно Вот Заглянуть Куда можно Грать В хранилище Можно заглянуть Где у нас Где у нас Хранилище То есть Посмотрите Вот сюда Вот хранилище Готовых предметов Можно Видеть Что у нас Ну Не так уж Мало Предметов Которые есть Здесь там Колесо Потом шестеренка Топор Кирка Такие вот Вещи у нас Там Готовятся Так Вот мы Потихоньку Уже Продавать Немножко Молока Так Давайте Чуть меньше Молока Будем Продавать Пока у нас Производство Животных Ресурсов Было Больше Но Хотел Поеденечки Так Сейчас Мы Вернемся Сюда Здесь Можем По большему Кочечному Количеству Людей Нанять Вот На яйца Надо Побольше Людей И Наверное На Шерсть Причем Здесь Есть Такой Параметр Как Удовлетворение Потребностей Если Удовлетворяется То Скорость Повышения Уровня У города Тоже Растет А чтобы Это было Надо Соответственно На рынках Те товары Которые Ты Производишь Соответственно Вовремя И Продавать Еще Не Надо Не только Производить Ресурсы И делать Из них Какие-то Товары Еще Продавать И эти Самые Ресурсы И готовые Товары Для Денки Контент Твитно Немало Но А у Нас Кончается Еда Для Животных Потому Сейчас Скажут Что У нас Животного Резко Встанет Давайте Посмотрим Где У нас Производится И Поставим Сюда Еще Минимум Одного Человека Этого Все Равно Недостаточно Надо Еще Несколько Штучек Таких Поставить Можно Посмотреть Что На Тридцать Первом Уровне У нас Множитель 4.7 На Десятом Уровне Множитель 2.2 Поэтому Чем Больше Люди Занимаются Тем Быстрее Прокачивается Уровень В первую Часть Стараюсь Прокачать Скорость Прокачки Этих Уровней Тем Больше Множителей Тем Быстрее У нас Добывается Тем Же Самым Количеством Зданий И Людей Занятых Так У нас Все Равно Не Хватает У нас Все Равно Дефицит И Даже Так У нас Все Равно Дефицит Нехорошо Ладно Отпись Мы Построили Новый Квест 25 Яиц И 25 Тысяч Молока Надо было Раньше Принять Потому Что Мы В это Время Все Производим И Яйца Молока Но Скоро Мы Достигнем Уже Десятого Уровня Одиннадцатого Уровня Нашего Города Пока Давайте Посмотрим Что У нас Да У нас Тут Все Встает Потому Что Не Хватает Еды Для Животных На Еду На Животных Я вроде Бросил Кучу Людей Но Что Они Не Справляются Можем Здесь Что Сделать За 20 Тысяч Можем Исследование 2 Прокачать Вышивает Количество Каждая Земля Дает Больше Места Но Это Конечно Хорошо Но Места Постройка У нас Не Точно Сограничивает Скилл Культивации Покачать Чтобы наши Ресурсы Не заканчивались Переводные Тоже В принципе Неплохо Это Надо Либо 640 Тысяч Монет Либо Красные Монеты Красные Монеты Надо было Чтобы Сделать И дома Дешевле И прочее Но мы Красные Монеты Тратим На Рекламу Надо Наверное Пока Пока Откатить Рекламу Я бы Сделать Меньше А давайте Вот так Вот Чтобы Меньшее Количество Ведей Шло Вот Тебя Можно Поставить Пока Посмотреть Так У нас Еды Для Животных Нам Еще Продавать Надо Тоже Было Было Неплохо Так Яблочный Сок Можем Вычить Продажу Хлеба Побольше Продавать Хотят У нас Народ Растет Не Уявительно Что Они Хотят Больше Хлеба А Мы Еще Большую Часть Муки Мы Продаем Может И Не Большую Часть Муки Мы Продаем Поэтому Не Забывать Что У нас Может Дебет С Кребетом Не Сходится Плюс Часть Еды Для Животных Мы Продаем Наверное Я Рано Поставил Рекламу Тут Я Соглашусь Заметь Что Надо 154 Тысячи За Это Время Можно Более Полезно Все Изучить Например Тоже Кузню Давай Тогда Поставим Так Он Он Потом Продолжится Я Надеюсь Что Он Продолжится А не Будет С самого Начала Вот Здесь Еще 1700 Эта Штука Пусть И Следуется Спасибо Спасибо Тебе Большое Я Думаю Рано Или Позже Она Конечно Все Равно Изучилась Но Лучше Красные Мэйта По 41 Секунду Добавится Так Мы Можем Быстрее Например Потратить Здесь Хоть У нас Так Мы Можем Немножко Прокрутить Время Так Давайте Вернемся Обратно У нас Город Поднял Свой Уровень Сейчас Будет Немножко Ресурсов Для Прокачки Больше Тогда Сразу У нас Исследование Это Завершено Новое Здание У нас Есть Которое Вылечивает Что-то Там Мы Можем Взять Тебя Это Откроет Нам Возможность Хранить Больше Места Для Выпечки Всякой Можем Культивацию Хлопка Открыть Там Откроем Возможность Сами Выращивать Хлопок Можем Взять Колодец Вот И Колодец Возьмем Колодец Я думаю Вещь Полезная Ну И Библиотеку Тоже Хотелось Б У нас Сейчас Все Ребята Заняты Можно Наверное С Тебя Пока На Библиотеку Пустить Нужен Ли Мне Сейчас Хлопок У Мне Кати Бараны Шерстью Есть Мне Хочется Все Производить Про Баранов Шерстью Че Че У нас Хлопок У меня Ребята Все Хотят Хлопок И Шерсть Надо Все Им Производить Продавать И Делать Всякие Товары Из Этого Давайте Чтобы У нас Тоже Креста Людей Могло Более Эффективно Работать Так Ну Шерсть У нас Есть Теперь Из Этой Шерсти Надо Что-то Делать Чтобы Делать Что-то Из Шерсти У нас Например Для Производства Из Шерсти Что У нас Есть Тут Пока Наверное Ничего Нет Что Удивительно Может В дальнейшем Откроется У нас Акведок Открылся Теперь Можем Построить Акведок И Можем Собирать Воду Уже Очень Много Ресурсов Я Иногда Начну Путаться Чего Куда Как Откроем Раздел Зданий Построим Наверное Тебя Что Это За Штука Получивает Скорость Всей Добычи На 5% Слушай Давай Мы Тебя Сразу Так На Тут Если На 5% Вычивает Это 15 Штук Вычет На Сколько На 75% 75% А 20% Аж Нас На 100% Вылечит Поэтому Пусть В два Раза Быстрее Все Добывается Мне Кажется Это Неплох Так Как Видок Из Обработанных Кирпичей Золото Здесь Здесь Вон Что Позволяет Добывать Воду Давайте Поставим Так Мы не знаем Что у нас Эта штука Сейчас Просядет Потому Что у нас Обработанные Доски Кончаются Поэтому Надо Тут Это Уменьшать Количество Не хватает У нас Обработанных Досок Пока Я убрал А Тут На Аккуратнее То есть Конч Он меняет Сразу На Ремуф Что Нифига Хорошо И Удобно Все Сразу Я Не смогу Разводить Согласен Тут Еще И С Интерфейсом Разбираться Может Запутываешься Так В исследовании У нас Шахты Готовы Колодец Готов Давай Еще Какой-нибудь Хлопок Возьмем Что у нас Еще Нам Показывали Сколько У нас Этих Ресурсов Хватит Нам Его Нет Вот Можем Резервуар Взять Чтоб Хрень Больше Воды Можем Тебя Сделать Чтобы Уголь У нас Не Кончался Исследовать Печь Всего-то 9 минут Слушай Ну Да Наверное Давай Возьмем Его Вместо Резервуара Засит Найти От Меньшему К Большему Не Припрыгивать Производственные Цепочки В этом Наверное Есть Смысл Так Тем временем У нас Куча Уже Монеток Есть Можем Скорость Улечения Навыков Улечить В первую Очередь Скорость Исследования Улечить Также Можем Скорость Исследования Еще Можем Улечить Производство Досок Надо Производство Досок Нам Нужно Что Нам Еще Чтобы Чтобы Здесь Больше Народа Работало Пусть Будет И Давайте Подумаем У нас 32 Человека Сейчас У нас Город Уже 11 уровень Достиг Мы Открыли Новый Ресурс Это Медная Рода И 5 Монеток 15 Монеток Давайте Еще Быстрее Будем Скорость Набирать Наверное Вот так Просто На будущее Колбасой Давиться Не надо Это Невкусно Не всякая Колбаса Конечно Самая По себе Вкусная Но Надеюсь У тебя Вкусная Колбаска Так Нам Надо Еще Медную Роду Как-то Добовать Для этого Надо Больше Людей Че Больше Хижин Стоит Давайте Поставим Еще 5 Хижин И У нас Кстати Проблема С Пшеницей А У нас Нет Проблема С Зерном А почему У нас Проблема С Пшеницей Потому Что Мы Не Успеваем Здесь Ее Производить То есть Нам Надо Больше Ферм Давайте Больше Ферм Уже Голова Кругом Идет От Большого Обилия Всех Эти Ресурсов Так Ферма Увеличивается Улучшается Количество Человек Которые Тут У нас Работают Ну вот Это Конечно Ты Иди Добывай Руда Ага Тут Уже Потихоньку Начинает Заканчиваться Это Давай Сюда Займись Разработкой Чтобы у нас Руда Не Кончалась Так Быстро Так А нам Во Сейчас Потихоньку Пшеничка Начнет Прибавляться Хорошо Так Теперь Мы Шахту Построили Окей Построили Мы Шахту Пусть Будет Так Новые Апгрейды У нас Есть Можем Скорость Культивации Зерна Как раз Увеличить Что тоже Решает Проблему С недостатком Зерна Так Секундочку Продолжение следует Продолжение следует Какой кошмар Какой кошмар От звонят С холодными Звонками Так А еще в окрепто Время музыка Выключилась Вам-то Наверное Вообще Скучно Было Так У нас Есть Возможно Что-то Исследовать Ну Давайте Добычу Угля Тем временем Мы произвели Десять Тысяч Хлопковой Одежды И теперь Можем Произвить Футболки Футболки Одна Мода Кому К Шве Я К Шве Я Нет Магазин Где у нас Наша Швея Мне нравится Что-то У них Есть Поиск Так Где Наша Швея Во Вот Вот Наша Швея Надо Наверное Еще Одного Поставить Так У нас Здесь Есть Свободные Люди Целых Десять Их Было бы Неплохо Поставить Но у нас Проблемы Все еще С мукой Почему У нас Проблемы С мукой Давайте Беремся Пшеницы Проблем Сейчас Нету Так У нас Проблемы Здесь Есть Пшеница Где Превращается В муку Давайте Побольше Поактивнее Поактивнее Заверемся С этим Делаем Так А так У нас Уже Пшеницы Не будет Хватать Ну ладно Пусть Наверное Будущее Стоит Пока У нас Это Не Кончается Пока Нам Это Не Актуально Что Можем Сделать Можем Немножко Заглянуть В Будущее Промотать Время Например До Следующего Уровня Города Например И Для Очередного Кризиса Когда Наск Что-то Из Ресурсов Реска Закончится Вот Мы Эти Библиотеку Уже Исследовали Отлично Итак Наш Город Достиг 12 Уровня Может Наш Невозможность Добывать Серебряную Роду Ну 13 Уровень Это Всего Лишь Шесть Монеток Дает И Больше Такого Геймплея На Улучшение Нет По Исследованию Мы Изучили И Печь И Новый Рецепт Огонь Окей Огонь Вроде Могли Делать И Кузню И Даже Библиотеку Давайте Посмотрим Что у нас Из апгрейдов Давайте Нажмем Все Все мы Конечно Не получим Но Часть Из этого Мы Сможем Взять Эффективность Апгрейдов Можем Улучшить Посмотреть Что это Делает Скорость Культивации Деревьев Давайте Сбора Яблок Лучше Прокачаем Что у нас Вообще По ресурсам Природный Ресурс У нас Все Хорошо С тем Что мы Собираем Все В принципе Тоже Все Хорошо Серебряные Рыбы Мы Не Собираем Но В целом Вроде Так Все Просто Замечательно Живем Хотя Мы Уже Даже Двенадцатый Уровень Взяли О Ладно Давайте Получим Двенадцатый Уровень Больше Наверное Знаний Ну Давайте Скорость Добычи Знаний Прокачаем По Максимуму Скорость Культивации Ну и Скорость Крафта Думаю Плохо От этого Никому Не будет Денег У нас Триста Триста Четыре Тысячи По Апгрейдам Можем Спокойно Брать И Получить Наверное Поместимость На Хижинах Добычи Возь На фермах Ферма Наверное Чуть Более Интересной Была Здесь Можем Поставить На Добычу Серебряные Руды Медные Руды Мы уже Добыли Надо Поставить На Переплавку Наверное Где Можем Поставить На Переплавку Нам Надо Поставить Всякие Печи Здесь Можем В печи Делать Огонь Вопрос Насколько Эффективно Мы здесь Будем Делать Огонь Огонь Потому что Здесь Мы делаем Три В секунду Три Человека Одного Пока Хватает Даже Чтобы Это Все Производить Так Здесь Мы Можем Из Книг Делать Тома Знаний У нас Они Пока Заполнены Пока Надо Как Найти Куда Их Оприходовать Мы можем Их Конечно Продавать Их Надо Продавать Ее Надо Продавать Потом Давайте Побольше Книжных Магазинов Поставим Огонь Нам Огонь Ну Смотри Огонь Нам Нужен Для Выпечки Ну Чтобы Что-то Выпекать И Я Полагаю Чтобы В дальнейшем Плавить Металлы Тоже Огонь Понадобится Ну Так Только Наверное Для этого Надо Построить Здание Где у нас Констракшн Давай Поставим Тебя Мне казалось Что да Для добычи Всяких Металлов Нам Очень Понадобится Очень Много Огня Так Вот Для нее Нам Нужны Железные Слитки Которых У нас Нету Так А где Надо Быть Железные Слитки Так Где-то Это Уголь Так Нашу Тебя Построить Нам Нужны Железные Слитки Чтобы Получить Железные Слитки Так У нас Серебряная Рода Есть Медная Рода Есть Уголь Есть Железо Есть Тебя Просто Вот Железо Надо Как-то Во что-то Перерабатывать Вот Хотелось Быть Может Мы Это Не Исследовали Да Не Ерунда Может Мы Где-то Где-то Упустили Важный Шаг Так Может В исследовании Не В исследовании Тут Такого Нет Давайте Посмотрим На Айрон Это Можем Только С Добычей Интересно 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 Непонятно Так Как нам Из Руды Получить Слитки Нам Нужно Здание Правильно Нам Нужно Здание Которое Будет Переплавлять Смотрим Может У нас Где-то Нету Нужных Зданий Где Где у нас Здесь Мы просто Руду Собираем Голую Руду Так или Иначе Серебряная Руда Потихоньку Заканчивается Но Это Не Страшно Так При Крафте В Принципе Можно Считать Это Крафтом А тут Нет Такого Так Культивация Явно Не Та У нас Кажется Небольшие Проблемы Пока У нас Есть Доски Можем Еще Парочку Таких Взять Чтобы Уучить Скорость Добычи Сверхдоски Резко Уходят Но Это Не Страшно Все Закончились И Снова Все Возвращается На круги Своя Вот Опас Хорошая Куда Куда Чего Вон Нам Вот Эта Штука Нужна Которая У нас Почему Не Исследуется Собственно Огонь Нам Нужен Чтобы Исследовать Кузню Я думал Что я Кузню Исследовал А уже В кузне Мы можем Плавить Слитки Вот 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 Она Нашлась Что У нас Железная Руда У нас Есть Входе Даже Достаточное Количество У нас Есть Огонь Есть Монетки Есть Огонь У нас Не Кончается Нет В принципе Огонь В избытке Пока Можем Пока В хранилище Побольше Библиотек Поставить Ну и до ровного счета Тут Догнать Чтобы все Красивенько У нас Хранилось Я думаю В целом Уже Есть Некое Поставление Что Из себя Представляет Игра Под Название Factory Town Idol Давайте Вернемся Ко второму Нашему Проекту Ко второй Демо Версии Это У нас Idol Island И посмотрим Что творится У нас Там А здесь У нас Наши Лиса Свиньи Рубят Дерево Сколько Они у нас Нарубили За все Это Время Давайте Посмотрим Ну Крати Мы могли Вон Уже Как раз Место Для рыбы Поставить Но Нам Не хватает Монеток Что Поставить Нужно Тысяча Монеток В принципе У нас Четыре Тысячи Дерева Можем Спокойно Думаю Три Тысячи Дерева Продать У нас Пущается Пятнадцать Тысяч Монеток Можем Спокойно Поставить Тебя А Только Одну Штуку За раз Можем Крафтить Давайте Подождем Пока Она Крафтится Где-то Наверное Есть Полосочка Нет Полосочки Не Вижу Смотрим Ждем Когда Нам Вас Крафтят А Ну Вот Штука Есть Давайте Поставим Это Нашего Это Похоже Все-таки Лисы Почему Там Морда Свинячая Но Это Все-таки Маленькие Лисята И Теперь Он Будет Добывать Еще И Рыбку Сможем Лиму Победить Босса Первого Острах Мы Не Можем Сажать Потому Что У нас Семечки Закончились Но Без Проблем Давайте Накупим Кучу Семечек Вообще Без Проблем Денег У нас Полно За Это Время Можем Купить Еще Себе Амулет Авто Еды Пойдет Нам Автокушать Когда Наше Здоровье Достигает 40% Думаю За 7000 Можем Его Взять В принципе Можем Себе Но Шахту Покупать Нам Не Надо 100000 Нас Нету На Того Чтобы Купить Новую Удочку Тут Тоже Без Удочки Не Обошлось Ладно Так Рыба Есть Помидорки Есть Маленькие Лисята У нас Добывают Еще Можем По идее На рынке Взять Еще 10 Домиков Так У нас Есть Дерево Которое Никто Не Робит Так Здесь Вот Их Всех Вроде Все Все Тут Занимаются Значит Остаток Можно Сюда Вот Послать Ну Вот Все 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 У нас Здесь Пусть Они Добывают Колоссальное Количество Рыбы Ну А мы С вами Отправляемся На Первый Остров И Попробуем Вот эти Ботиночки Мы Теперь Автоматом Будем Кушать Если Что-то Будет Ити Не Так Так Наша Задача Пока Добыть Себе Ботиночки Мы Себе Амулет Не Взяли Стоп 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 А почему Не Взяли Себе Амулет А я же Это Получаюсь Я могу Иметь Только Один Предмет А я Уже Купил Профиль У меня Он просто Не отображается Думал Здесь Должен быть Значит Я его Купил Ладно Отправляемся Обратно Не Не Очевидно Что Она У меня Откуплена Ладно Отправляемся Сюда Снова Будем Жидать Пока Нам Выпадут Ботиночки Ну Или Пока Мы Повысим Уровень Так 10 монстров Подряд Победили Будь Молодцем Ну Мы их Победили В принципе Мы С такой Добычей Еды Я думаю Можем Спокойно Побеждать Этих Темных Черепов И Надеются Что нам Когда нибудь Выпадут Наши Ботиночки Вот Еще бы Звуковое Оформление Было Чуть Более Разнообразно Какой-нибудь Там Мэмбент Музычка Не просто Стук Топоров Так Мы нашли Сундук Маленький Сундук Давайте Его Используем Юс Юс Видимо В бою Не можем Ладно Сундук Найти Тоже Неплохо Наверное Наши Рыбаки Его Вылутали Скоро Возьмем Пятый Уровень Но Пока Мы Все Еще Без Ботиночек Ждем Пока Тем Временем За Нужное Шкуры Мы Можем Взять Себе Вот Эту Вещь Можем Пока Себе Сразу Создать И Сразу Наверное Надеть Ну да Я Стык Использовать Судьбу Как Используется Рыба Например Но Продать Сундук Я не могу Ну Кстати Вот Одежку Мне Дали Использовать Я Одежку Надел О Сундук Использовался Я не Использовался Обувка Есть Давайте Обувку Наденем Все Мы Полностью В экипировке Значит Можем Пойти На Следующего Скелета И там Деревянный Шлем У него Ой Увидел Маленького Лисянка До доли Секунды Он нам Показался Потом Спрятался Так Пока Нового Не надо У нас Пока Я погоди У нас Что там С него Деревянный Шлем Что там С него Падает Деревянный Шлем И шкура Деревянный Шлем У нас Шкура Тоже Есть Давайте Пойдем Дальше С тебя Падает А тоже Деревянный Шлем Подожди Подожди А С него Железные Ботинки Должны Падать Железные Ботинки Хочу Так Железные Ботинки Выпали Можем Пойти К следующему К тебе И быстренько Надеваем Железные Ботинки Надеваем Железные Ботинки Так У тебя Может Выпасть Просто Слитки Железа Так Не Подожди У нас Слитков Железа Еще Нет Я пока Не готов Идти Дальше Дай нам Слитки Железа Ботинки Можем пока Оставить Вдруг Наши Ботинки Сломаются Так Сундук Сундук Использовался Сундук Работает Открывается Открывается Не всегда Наверное Там Замок Заклинил Заржавел Всякое Бывает Так Ну Сможем ли мы Добыть Хоть парочку Железных Слитков А Знаем ли мы Какие-то Рецепты С железными Вообще Мы знаем Рецепты С железными Слитками За 20 Железных Слитков Мы можем Построить Себе Вон Пиратский Корабль До Жубой Утого Если у нас было бы 200 камней Могли бы Железную Шахту Сами Поставить За 50 Слитков И 500 Монет Можем Котел Поставить Зачем Нам котел Не очень Понятно Может В котле Мы можем Делать Сами Зелья Давайте Попробуем Так У нас Есть Камень Пока Не очень Понятно Всего Два Камня Хотя Можно Наверное В магазине Потом Камень Накупить Кажется Пока Мы находимся В бою Камень Мы купить Не сможем Но В целом С нашими Деньгами Можем Наверное Потом Будет Отправиться И Накупить Камень Хотя У нас Один Железный Слиток Есть Давайте Пойдем Дальше Хотя Вот Здесь Падает И Железо И Железный Шлем Давай С тобой Разберемся Мы Уже Седьмого Парня Завод Нас Дюй Чувак Так Давайте Наденем Шлем Используем Сундук Используем Сундук Вот Железный Меч Было Неплохо А там Железный Щит Железный Деревянный Щит Деревянный Меч Это Такое Не самое Эффективное Это Забавно Что мы Довольно Успешно Сражаемся Против Монсу Которого Атака 40 Здоровья Больше Чем Нашего Но Мы Справляемся Только За счет Того Что Мы Активно Кушаем А Диета У нас Нынче Стоит Из Помидоров И Рыбы Что Довольно Странная Диета На мой взгляд Но Почему Нет Как Тут Мы С ними Сражаемся Сражаемся Но Не Получаем Больше Новых Следков Давайте Пойдем Дальше И Выполним Задание Попробуем Победить Босс Мы Конечно Победим Потому что Автоматически Используем Еду Еду У нас До Рыбы Уже Почти 300 Единиц Бояться Нечего Даже Страшно Что У него Тысяча Здоровья Да Амулет Имбовый С точки Зрения Того Что У нас Сейчас Куча Лесят Заняты Добычей Еды Поэтому Амулет Имбовый Если Бы Настолько Лесят Добычи Еды Не добывалось У нас Еда Кончалась Быстрее А так Да Сидишь Сюда Фармишь Всякие Ресурсы Тут Насчет Баланса Наверное Надо Подумать Так Это Все Пока Мы Тут Сражаемся С Боссом Босс Потихоньку Отпадает Все Миссия Завершена Мы получили Новое Сержение Герой Первого Уровня Новое Существо У нас Доступно Для Сражения А что Существо Я не вижу Нового Существа Ладно А Мы Идем Дальше Мы Обратно Поплыли Ладно Вот мы Приплыли Обратно Давайте Пойдем На рынок Купим Кучу Камней Кучу Камней Купим Камень Дешевый А камень Можем потратить На что-то Полезное Давайте Давайте Зайдем На крафт И Сможем Поставить Себе Уже Железную Шахту Все У нас Есть Железная Шахта Теперь Можем Сами Делать Железо О Коти Смотри Можем Даже Еще Лесят Заказать Дайте Нам Еще Десяток Лесят Пожалуйста Даже Двадцаток Лесят Вообще Не идут А добывают Все Так Что у нас Еще есть О Автопочинка Шахты Есть За сто Тысяч Не Сто Тысяч Много Так-то Сто Тысяч Это Надо Суметь А так Вот За сто Монет Потом Дождаться Когда Она Сломается Починить О У нас Проблема Нет Пока Не проблема Но давайте На всякий случай Побольше семян Закупим А то семена У нас Кончаются Мы Как-то Нашли Что-то Странное Байо Это Большой Сундук Давайте Его Используем И там У нас Есть Топор Который Дает 25 Единиц Атаки Стандартными Единицами Атаки Топор Наверное Намного Лучше Так Возьмем Возьмем Еще 204 Камня Есть Что У нас Еще Есть Из Крафта Смотри Мы Теперь Можем Делать Себе Вот Такую Бронь Давайте Себе Сделаем Также Мы Можем Сделать Себе Пиратский Корабль И Можем Продать Старую Снарягу Действительно Давайте Продадим А Мы Не можем Продать То Что У нас Экипировано Так Что У нас Там Профиль Здесь Экипируем Киросу Так Продаем Ботиночки Продаем Тебя Так И Что У нас Есть Щит У нас Новый Есть Давайте Его Еще Себе Создадим Железный Меч А Что Лучше Топор Или Железный Меч Вопрос Хороший Вот Бара Атака 25 Сколько Атаки У Меча Нам И Говорят Надо Видимо Его Все Так Скрафтить Давайте Поставим Скрафтим Почему Нет Заодно Сможем Сравнить Так А у Меча 20 Топор Лучше Топор Лучше Чем Меч По крайней Мере В этой Игре Так Ну Мы Вроде Все Переоделись Все Хорошо У нас Даже Лодочка Должна Быть Готовая Вон Она У нас Есть Давайте Куда Ни Поплывем На Второй Остров Посмотрим Что Нас Нам Ждет А подожди Пока Мы Плывем 50 Слитков Если Будет И 500 Монет Можем Себе Какой Котел Сделать Не Зачем Им Котел Продаем Меч Ну Давайте Продим Меч Че Вон 200 Золотых Продали Меч Сделали Продали Тут Нажду Какие-то Панки А Это Гоблины Панки Гоблины Не обманул Действительно Панки Так Подожди Чуть Чуть С них Падает Железо И Жареная Рыбка Не Не Интересует Следующий С него Падает Железо И Раба Раба У нас Была Раньше Поэтому Тоже Не Интересует Следующий Так С тебя Падает Че Че Себе Падает Красный Салат С тебя Падает И Снова Железо Красный Салат Наверное Нас Не Так Интересует Пойдемте Дальше За 200 Или 300 Монет Я Продал Меч Так Ты Нам Можешь Дать Улучшенный Салат Это Конечно Неплохо Но У нас Одной Рыбой 500 Штук Поэтому Нам Пока Не Сражено Шеф Один Новое Дощижение А мы Идем Дальше Вот У тебя Предлагают Железные Ботиночки И Железо У нас И железные Ботиночки И железо Все есть Железо Мы Конечно Можем Котел Себе Скрафтить Чтобы Готовить Еду Забавно Че Выбери Инструмент Котер Хочешь Подожди Вот Выбрал Выбери Инструмент Который Я хочу Скрафтить Так Я выбрал Котел У меня Ладно Не хочешь У нас Пока Котел Крафтится Попробуем Чуть Позже Что Выгоднее Продавать Слитки Ну Слитки Я продавать Не буду Слитки Я использую Для крафта У нас По-моему Есть Крафт Который Требует Большое Количество Слитков Если Книгу Рецептов За 50 Слитков Есть Вещь Вон За 300 Слитков Есть Подводная Лодка Вообще По логике Наверное Выгоднее Должно Быть Крафтить Предметы Слитков И продавать Уже По идее Оно Должно Так Работать Котел У нас Не хочет Пока Никак Создаваться Ну Ладно Пойдем Сырую Рыбу С помидорами Сундук У нас Не хочет Открываться Совсем Не хочет Открываться Но пока С орками Ассасинами Сражаемся У орков Ассасинов Нет Не шанса Давайте Пойдем Дальше Рыцарь Орки Кажется Не сильно Отличаются От орков Ассасинов Предлагают Нам щиты И хоть Уже Золотые Слитки Золотые Слитки Это более Интересная Вещь Но опять же Нам они Пока Наверное Не так Нужны Потому что Золотые Слитки Нам понадобится Только Чтобы На третий Остров Плыть 30 Штук Слитков Больше Нам Из рецептов Как бы Они Нигде Не нужны Окей Давайте Пойдем Дальше Да Соглашусь Действительно Странно Что мы Платим За производство Своих же Вещей В своей Мастерской Хотя Может Своим же Лесятам И платим Такое Если Своим Лесятам Платим То Это Неплохо Кстати Мы Довольно Активно Еду Потребляем Возможно Бусы Мы Не Сможем Победить Маш Маш Ест А Мы Сразу Несколько Рыбок Съедаем Рыбочка Начинает Потихоньку Заканчиваться К счастью Циклоп Закончился Быстрее Давайте Пойдем Дальше И Перейдем Уже У него Маленький Сундук Золотой Слеток Хотя Большой Сундук И Два Драконьих Рога У него Две Тысячи Но Я думаю С ним Мы Тоже Справимся Мы Девятого Уровня Он Тридцатого Но Я думаю Нам Рыбы Должно Хватить Давайте Скристим Пальчики Посмотрим Хватит Нам Рыбы Возможно Если Мы Смогли Построить Этот Самый Котел И Приготовить Рыбу Пожарить Мы Точно Смогли Победить Но Даже Сейчас Я Вижу Что Текущей Рыбы Нам По идее Хватает У нас Помидорки Есть Поэтому Все Будет Хорошо Мы Справимся Мы Победим Но Наносим Мы Ему Конечно Примерно По 50 Урона По 40 У Него Атака 100 Наня Вот так Она Нет Не Шанса Миссия Завершена Мы Герои Второго Уровня Хочу Вернуться Да Хочу Заработали Немножко Монеток Полную Нам Говорят Что Эй Спасибо Что Сыграл В демо Версию Нашей Игры Айдол АПГ Надеемся Что Вам Понравился Опыт Будет Некоторые Великие Валименты Которые Сыграли На этом Демка Закончена Хотим Напомнить Что В полной Версии Можете Намного Больше Всего Исследовать А Покупая Полную Версию Ты получишь Доступ Ко Всем Амгрейдам Уровням Эксклюзивным Врагам Наград Сначала Можем Расширять Наши Стратегии И навыки Чтобы достигать Новых Высот И разблокировать Больше Захватывающего Контента На конце Разработчики Хотели бы Подсвятить Что Покупка Полной Версии Игры Это Способ Поддержать Роман Разработчиков И помочь Им Создавать Больше Захватывающих Игру В будущем Это У нас Была Игра Айла Айдол Арпг А мы Давайте Вернемся К третьей Игре К третьему Айдол Продукту И Это У нас Если я не ошибаюсь Айдол 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 За это время Пока нас не было Добывали слитки Нам нужно было Достичь 5000 Мы сейчас Можем Спокойно Штук 300 Слитков Продать За 5000 Строим Это здание Это здание Позволяет Нам может Добывать Золото Давайте сейчас Остаток Будем Чтобы вычесть Эффективность Добычи Перевозки Чтобы активно Золото Ввозить Еще 5000 Можем Потратить Чтобы Купить Возможность Приплавлять Это самое Золото На Золотые Слитки Так у нас Уже вместимость Тележки 35 Поэтому надо Увеличивать Наверное Скорость Производства Ну вот Примерно Одинаково Давай сейчас Посмотрим Сейчас тележка Что у нас приедет Забирает И до следующего Маршрута Сколько у нас Успеет накопиться И в принципе Ехать дальше надо Поэтому тут Неплохо Забавно что Тележки сами ездят Даже никаких Лисят нет Были бы лисята Было бы все Намного белее Вот 20 штук У нас накапливается В принципе 20 штук Это неплохо Так Ну И все Видимо там Кнопочка демо Говорит что Это демо версия У нас тоже Подходит к концу В целом Можем посмотреть Что у нас еще будет У нас будет еще Внезапно После железа и золота Мы возвращаемся Обратно К меди И к Олову Тин К жести Олова Жесть Олова Олова жесть В общем Как бы то ни было К этой штуке Возвращаемся Дальше Можем делать Слитки Тин Да Тин Олова И жесть После этого Можем делать Уже Листы Листы Трубы Листы Из золота Трубы Из золота Ну Аналогично Соответственно Можем делать Даже проволоку После этого Можем делать Всякие шестеренки Инструменты И целый скандиум Что такое скандиум Не очень представляю Ну а потом Можем делать Всякие Котлы Золотые ключи Шкатулки И кожу Внезапно кожу Ну а на этом Эта демоверсия Так же Подходит К концу В принципе тут Объема Демоверсии довольно мало Просто тележки Едет Добывают Метал Метал плавится В другом создании На слитке И от тебя Собственно Мало что зависит Давай нажмем На кнопочку Демо А кнопочка У нас даже Не нажимается И чем Интересны Разработчики Этой игры Точно Ну вот у тебя Есть Склад Здесь в конце У тебя есть Корабль Здесь кнопочка Пауза Кнопочка Пауза Ты можешь Кромкость Немножко Прорегулировать Ну а тут Есть звук Он тихонький Тихонький Но он есть Намного тише Чем в остальных Айдл проектах Можно включать Выключать Вот так Вот так Поиграл Поиграл Все Может быть Игра закончилась Может надоело Хочешь ты Из него выйти Как выйти Escape Не Не работает Ну наверное Кнопки паузы Где-то должно быть Наверное Назад Нет Назад Мы возвращаемся Обратно На крестик Нажмем Тоже закроем меню Тоже вернемся назад Наверное Надо выйти в главное меню Ну давайте попробуем Мы выходим В главное меню Нас встречает Заставка Нажим любую кнопку Чтобы играть И мы такие Ну Окей Нажали И в этом случае Мне повезло Я нажал Escape И только этот способ Завершает игру Если бы нажали Какую-то другую кнопку Игру пошлось бы Завершать через Alt F4 А мы возвращаемся К четвертому Idle проекту Который у нас идет И это у нас Cozy Island Idle Island Idle И именно так Тут мы Ловили рыбку Какой-то у нас рыбка Уже переполнена Давайте Продадим Единственное что у нас Есть некоторая проблема С тем что Не очень отзывчивое управление И можем наверное строить У нас 4 в секунду Это 6 Это можем часть крабов Понапродавать За 42 тысячи На рынке Что можем купить 50 тысяч на украшение Аквариума Брать мне что-то не хочется Я бы скорее Хотя вот 72 тысячи На удочку не хватает 100 тысяч на аквариум Тоже не хватает Каждый был рыбачки Рыбачили А маловато Надо еще столько же ждать Пока у нас будет 50 тысяч Ну тут хотя бы Айдал игр Немножко себя Направдывает Тем что у нас Помидорки считаются Можно Поспокойно сесть Кучить Какой-нибудь там Аквариум Если он включится Пожалуйста 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 Отключить Какой-нибудь аквариум С рыбками Отключить интерфейс И расслабиться Наблюдая В нашем случае Одинаковыми Красными рыбками И одинаковыми Красными Крабиками Ну и с плюсов Что у тебя будет идти Таймер Который обнуляется Каждый раз Кому входит Такой вот режим Здесь надо чем-то Сосредоточиться Заняться Какой-то задачей В принципе Может быть Неплохая вещь Здесь вещи Более эффективные Что-то мы не рыбачим Смотрите И рыбачить А то я рыбу-то продам А новую рыбу Не добавляю Нехорошо Наверное не стыло Сразу так полностью Всех этих крабов Продавать Так и нам хоть Приносили золото Сколько у нас Примерно 70 в секунду было Это было лучше Чем 58 в секунду Ну ладно Как-нибудь Достижения видали? Не Новых достижений нет Вот То есть Можно вам показать Кстати у меня Погайшот Недоступных работников Для этой работы Что Несколько намекает Что может быть Несколько работников Сразу несколько людей Рыбачить Это было неплохо Вот мы можем сесть в лодку И в этой лодке Мы можем поплавать Так Вжух Вжух Ой Мы куда-то уперлись В этим вот эту деревяшку Наверное как Айсберг Вот Можем поплыть Куда-нибудь так Вжух Камера Не управляется Абсолютно никак Не поворачивается Ничего Я помню Что единственное Остров Он где-то там Поэтому давайте Потихоньку будем поворачивать Плывем мы без весел Без мотора Просто да На тяге нашей фантезии Поединокому Поединокому Голубой поверхности Что даже сложно Назвать океаном Ладно Давайте Проплывем обратно Куда-нибудь Поплывешь так Куда-нибудь За карту Собудешь Где у тебя Остров И что дальше Все Софтлак Вернись Вылазь Надо нажать еще раз На лодку Да? 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 Где-где-где-где что? Так Люди Так Возможность Камера Плюс-минус Вверх-вниз Вращать назад То есть На назад Вращается Ладно Это я глупый Вопрос А почему На сейчас Синий экран Ну хоть Наверное Покажите Не знаю Мне кажется Надо сеть Куда-то рыбу добывать Настреков Конечно Не так уж Много Да После прошлой игры Музыка Была слишком громкой Извиняюсь Так Давайте пробуем Найти А где что Так Еще раз Камера Если мы колесико По идее Будем Вращать Мы наверное Можем уменьшить Достаточно Ничего не происходит Хотя мы ботинок Выловили Значит все таки рыбачим Ладно Пусть вот так Будем рыбачить Раз ботинок Как-то выловили Но похоже Эта игра у нас Немножко сломалась Ну вот Синюю рыбку Можно продавать В принципе Смысл этой игры Тоже довольно Прост Сидишь себе Вылавливаешь рыбок А редких рыбок Оставляешь Ну Уже Подождать Пока все заполнить Пока у тебя все Будет заполнено Потом уже Продавать И самое дешевое Я надеюсь Я надеюсь что Будет Наиболее Дорогое Потому что даже Самая дешевая Синяя рыбка Нам все равно Немножко золота В секунду Придавала Поэтому Наверное не стоило Так продавать Поэтому На другие Другие игрокеры В рамках фестиваля Капитализма Экономики Ну а я хочу сказать Большое спасибо За просмотр Мы с вами Посмотрели целых Четыре Проекта На Айдол Механике Игры Самоиграйки В каком-то смысле Не Зеро РПГ Конечно Но Тоже Вот Такие вот Расслабляющие вещи И Увидимся